Сегодня в управлении почтовой связи по Карачаево-Черкесии состоялось торжественное вручение ключей от новых автомобилей. В общей сложности в республику поступило 11 единиц спецтранспорта. Преимущественно автотранспорт, поступивший в регион с особой проходимостью, что в свою очередь существенно повысит качество почтового обслуживания горных территорий республики. Ахмат Халкечев продолжит. Для торжественного вручения ключей от новеньких машин, помимо самого руководителя управления почтовой связи по Карачаево-Черкесии Ахмата Лайпанова, прибыли еще заместитель министра цифрового развития региона Андрей Грибин, а также председатели комитетов республиканского парламента Алексей Ганшин и Ренат Акбаев. Замминистр лично решил оценить комфорт и качество исполнения одного из полноприводных соболей. В первую очередь это обновление важно именно в текущий момент, в период ограничительных мер, в период пандемии, когда людям старше 65 лет предписано сидеть дома, находиться дома. Ну и вообще существуют некие ограничения по передвижению людей. Именно в этот момент как раз вот доставка тех или иных товаров, доставка той или иной почтовой продукции, газетной продукции, она как бы выходит на передний план, на первый план. Поэтому именно сегодня, именно в этот момент обновление автопарка позволит сократить сроки, сократить издержки, улучшит качество. В общей сложности автотранспорт Управления почтовой связи по Крачево-Черкесии проезжает 3000 километров в день. Эти немаленькие цифры каждодневного пути и обеспечивают надежную связь даже самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов республики. Ну а мест, где необходим автотранспорт особой проходимости, в нашем горном регионе немало. Весь спецавтотранспорт оснащен по последнему слову техники. Очень большая грузоподъемность, проходимость, качество автотранспорта и устроенные сразу GPS-системы, навигации. В этих автотранспортных средствах уже заложены системы ГЛОНАСС, уже отслеживание, есть уже микрофоны, которые мы уже с диспетчерами связаны. Уже вся безопасность автотранспортных средств. Виктор Лесин в почтовой связи уже без малого полвека. В должности современного ямчика Виктор Алексеевич Баранку крутит уже 45 лет. Почти всю вторую половину своего трудового стажа он ездил на УАЗе. Поддерживать работоспособность которого в последние годы было задачей неизлёгких. Будем работать, будем держать почту, как говорится, всё в наших силах. Примерили обновку? Ну ясное дело, новое. Её даже приятно нюхать, а не то что рулить. До поступления нового пополнения на службе у управления почтовой связи по Крачаевой Черкесии стояло 43 единицы автотранспорта. Конечно же, какая-то часть из них теперь уйдёт на давно уже заслуженный покой. Автопарк пополнился четырьмя автомобилями Луаргус, двумя Форд Транзит, восьми полноприводными соболями и одним газоном НЕКС. Такого обновления в автотранспортном парке Крачаево-Черкесского управления почтовой связи не было аж с 1926 года. К примеру, на этой машине пробег превышает миллион километров. Она и в самом деле оправдала своё название «Рабыня Изаура». Ахмад Халкешев, Али Бастанов, Вестикрачаево-Черкесия.